Проблема нехватки мест в детских садах давняя, актуальная, но решаемая. В этом еще раз можно будет убедиться уже в начале этого учебного года. Совсем скоро новый детский сад на 350 мест распахнет свои двери для маленьких жителей микрорайона Вулька-3. Сегодня строительство объектов социального назначения в приоритете и находится на особом контроле государства. На данный момент работы активно ведутся на объекте, расположенном в микрорайоне Вулька-3. Сегодня работы вышли на финишную прямую. На отведенной территории уже выросло многоуровневое здание, а строители делают все, чтобы важный социальный объект был сдан к новому учебному году. В рамках государственной программы образования молодежной политики на 2021-2025 годы в Бресте продолжается строительство, капитальное строительство ряда объектов образования. В этом году вводится в эксплуатацию объект строительства детский сад на 350 мест в микрорайоне Вулька-3. Объект очень важен для города. Важен прежде всего потому, что располагаться он будет в одном из покровенных городов, где вообще нет образовательного объекта. Есть по соседству, но те объекты образования достаточно заполнены, и поэтому актуально для родителей, для малышей строительство этого нового объекта образования. К слову, в данном детском саду на 350 мест планируется 19 групп, в том числе три ясельных. Также в помещении будет расположен большой многофункциональный зал на третьем этаже, физкультурный и музыкальный залы, компьютерный класс, творческая мастерская, сенсорная комната. Обустроят кабинеты для оказания коррекционно-педагогической помощи. Идет оснащение медицинского кабинета, прачечная, а также пищеблока, где предусмотрена система доставки еды по этажам лифтом. Полагаем, что комфортные условия, которые будут созданы в этом дошкольном учреждении, будут способствовать качественному образованию дошкольников в этом учреждении образования. Детский сад рассчитан на 350 мест. Это не первый такой объект. Первый такой объект был построен в городе Бресте в рамках мероприятий, приуроченных в тысячелетие у города Бреста. Аналогичный объект был введен в эксплуатацию в прошлом году. Это детские сады номер 7 и 8. Ну а в этот раз такой же садик, он уже получил юридическое номинование – детский сад номер 13 города Бреста. В эксплуатацию новый детский сад планируют ввести к началу нового учебного года. И несмотря на то, что готовность объекта составляет уже 85% работы, все также ведутся активно, без остановки, каждая минута на счету. Ведь помимо работ, внутри они также производятся и снаружи. Уже сегодня можно заметить, как постепенно преображается прилегающая к садику территория. В частности, появляются теневые веранды. Уже совсем скоро будут до конца обустроены спортивные и игровые зоны, площадки для изучения правил дорожного движения, а изюминкой станет метеостанция. К слову, данный детский сад уже третий по счету, построенный в Бресте по подобному проекту за последние пять лет. В данный момент садов, конечно, сады нужны детям всем, как бы это такая вещь нужная, конечно. Ну, по крайней мере, тут садик тоже, тут много многодетных семей, и им этот садик прям необходим, просто необходим. Очень важен. Больше садиков, больше школ надо, потому что всегда не все места хватает. За последние несколько лет в микрорайоне Вулька появилось много домов и много многодетных семей, поэтому строительство нового учебного учреждения стало особенно актуальным. Я многодетная мама, у меня трое детей. Старшего мы возили на Куйбышево, в среднем у меня ходил на Вульку. Да, младший, конечно, построили садик, очень хотелось бы сюда попасть. Для того, чтобы выдать направление, на прошлой неделе, точнее, две недели назад, работала комиссия администрации Московского района, которая постаралась объективно рассмотреть все заявления в это дошкольное учреждение. Я хочу сказать, конечно, преимущественно под те, кто проживает по микрорайону. Такое правило, такая традиция. В то же время город никогда не отказывает родителям, если у них есть желание доставить ребенка в дошкольное учреждение, ну, допустим, по ходу движения работы мама или папа. Ну, и такая необходимость иногда просто есть из-за перегруженности дошкольных учреждений, так называемых спальных микрорайон. Анастасия Мелешкиевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.